В Астраханской области военные показали всю мощь новейших зенитно-ракетных комплексов ТОР-М2. Залп за залпом через каждые 4 секунды. За скорострельность новую боевую машину зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2 в войсках уже прозвали автоматом Калашникова в ПВО. Вот он, ЗРК ТОР, получивший от военных высокую оценку надежности. Эту сложную технику и предприятие, где она рождается, Ижевский электромеханический завод «Купол», многое связывает с именем легендарного оружия. Сам Михаил Тимофеевич Калашников, он личность мирового масштаба. Нам же, жителям Удмуртии, Ижевска, работникам обороны промышленного комплекса особо повезло. Мы не просто слышали об этом великом человеке, но и мы работали рука об руку, перенимали его богатый опыт, дружили. Дорогие товарищи и добрые друзья, мы сегодня собрались по важному вопросу. Ваше предприятие для меня родное предприятие. Я участвую на всех почти военных выставках. Я всегда стою рядом с изделием, которые разработаны на вашем заводе. Вами, именно вами, а не кем-то другим. Поэтому я всегда представляю эту технику как свою, родную, нашу. Для этой дружбы были предпосылки. Даже географические, от завода «Ижмаш», где работал Михаил Тимофеевич, до «Ижевского» электромеханического, всего несколько километров. Общими стали для предприятий и задачи послевоенного времени обеспечить страну оружием, которое бы опережало возможности потенциального противника. Автоматы «Калашникова» и «Ижевские» зенитные ракетные комплексы стали символами отечественных оборонных технологий. В советское время имена их создателей Михаила Калашникова, Вениамина Ефремова и Иосифа Дризе находились под грифом «Секретно». Контакты между конструкторскими бюро предприятий были исключены. Все изменилось в переломные для России 90-е. Закончилась эпоха плановой экономики, обнулился гособоронзаказ. Сотни трудовых коллективов на свой страх и риск стартовали в рыночную экономику, напрягали все силы, лишь бы сохранить производство. Для «Купола» жизненно важными оказались экспортные контракты. Начались активные переговоры с иностранными заказчиками. Для них Михаил Калашников, к тому времени рассекреченный, оказался предметом большого интереса. В конце 90-х годов мы стали официально выходить на Михаила Симофеевича, через его помощника Шкляева Николая Николаевича, через его дочь Елену Михайловну, супругу Фаину Узбековну. И у него был достаточно плотный график. И вот в этом графике мы иногда находили возможность приглашать его на те официальные встречи с заказчиками, которые к нам приезжали. В год 80-летия Михаила Тимофеевича Калашникова в Удмуртию были приглашены его личные гости – конструкторы оружия из зарубежья, из российских оружейных центров. Куполу поручили шерство над гостями. Они все очень тепло отозвались о куполе, о том, что мы хорошо с ним поработали, они многое им показали в республике, повозили, показали нашу зиму, и очень тепло отзывались. И вот с тех пор Михаил Тимофеевич сказал, что купол у меня стал моим другом. И с тех пор наши контакты уже были на несколько другом уровне. Михаил Калашников стал участником многих мероприятий Ижевского электромеханического завода. Он лично открывал монумент зенитному ракетному комплексу «ОСА». Вы посмотрите, какой мы открываем памятникам. Это память труженикам. Приезжали к нам гости, увидят, что вот этот один из вагманов нашей оборонной промышленности, электромеханический завод, создавал вот такие гиганты, защищающие небо на нашей земле. Сегодня без этого памятника конструкторской мысли сложно представить современный облик купола. Знаменитый оружейник встречался с конструкторами ижевских зенитных ракетных комплексов. Он изучил и оценил подходы завода к разработке и организации производства спецтехники, близкие ему идеи унификации, методы обеспечения надежности и всепогодности. Как и в своем изобретении, он увидел в продукции МЗ экспортный потенциал и перспективу для перевооружения российской армии. Так получилось, что Михаил Тимофеевич рекламирует свою продукцию, одновенно рекламировал и нашу. И вот есть совершенно реальные контракты, которые были заключены при его непосредственном участии, хотя, может быть, сам до конца этого и дело не осознавал. То есть это человек, который мог влиять на окружающую аудиторию, не то что нашу, советскую, но и на иностранную, просто своим появлением. То есть он появлялся, и атмосфера сразу из бюрократической превращалась в деловую рабочую. И я думаю, что и наш завод, и многие другие предприятия, он будет ему за это очень благодарны. Важной вехой в истории МЗ стало освоение нового поколения зенитных ракетных комплексов, знаменитого Тора. Михаил Тимофеевич, как конструктор, оценил возможности боевой машины. Это тот образец, который создали наши конструкторы, наши разработчики. И Михаил Тимофеевич Калащиков в разговоре с Иосиф Матвеевичем Дреже, тогда Иосиф Матвеевич мне сказал, что этот комплекс обладает безграничными модернизационными способностями. И вот на самом деле мы с вами увидим в цехе продукцию, внешне она практически не изменилась. А тактики технические характеристики улучшились кратно. Это аналогично, как и автомат Калашникова. Внешне он вроде не изменился, а фактически его характеристики постоянно модернизируются и улучшаются. Вот это свидетельство того, что связи автомата Калашникова и нашей боевой техники. В создании современных ЗРК все большую роль играют молодые специалисты купола, конструкторы, технологи, производственники. Профессиональное становление заводской молодежи происходило при участии Михаила Тимофеевича. В 2000-е он курировал национальную программу подготовки кадров для ОПК и шефствовал над машиностроительным факультетом в ЖГТУ. Михаил Тимофеевич очень часто бывал вообще в принципе в ЖГТУ, то есть его можно было часто очень увидеть там издалека где-то. Он выступал, читал лекции первокурсникам. Даже был случай, который всем запомнился, когда Михаил Тимофеевич, несмотря на не очень хорошее самочувствие, все-таки сюда приехал на запланированное мероприятие, а от какого-то серьезного там государственного мероприятия он в этот день отказался, хотя там его тоже ждали. В 2009-м купол учредил корпоративную премию имени Калашникова «Лучший молодой конструктор». Михаил Тимофеевич идею одобрил. Лауреатом первой премии стал выпускник ЖГТУ, главный конструктор предприятия Александр Александров. Для меня, конечно, эта награда почетна вдвойне, ну просто потому, что я был первым лауреатом, которым выбрало руководство предприятия, лауреатом этой премии Михаила Тимофеевича Калашникова. Ну и к тому же эту награду я получил из рук самого Михаила Тимофеевича, легендарного конструктора. К тому же это произошло в год его юбилея, когда ему исполнилось 90 лет, поэтому ну это дорогого стоит. И даже фотография, которая после этого была сделана, у меня она дома, на стене висит, с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. И это, ну, наверное, всю жизнь. С тех пор ежегодно лучшему молодому конструктору ЭМЗ Купол лауреату премии имени Калашникова вручается переходящий почетный знак с изображением Михаила Тимофеевича. Премия это вот Михаилу Тимофеевичу Калашникову, она дается не просто так, это именно неординарность мышления. Умение по-новому взглянуть на задачу в большой цене в оборонно-промышленном комплексе. Оно потребовалось в свое время Михаилу Тимофеевичу, чтобы приступить к разработке не только боевого, но и гражданского спортивно-охотничьего оружия. И начали появляться образцы под дробовые патроны с гладким стволом. Михаил Тимофеевич очень серьезно и скрупулезно за всем этим процессом следил. Государство отметило вот эту коллекцию, заинтересовался сначала союз дизайнеров, они подняли это до уровня рассмотрения на государственную премию и такую премию коллектив конструкторов получил. Купол сегодня серьезно занимается диверсификацией. В составе большого коллектива в этом направлении на заводе работает внук Михаила Тимофеевича. На заводе Купол работают высококлассные специалисты по производству гражданской продукции и плюс у них выучка именно оборонная. поэтому выпускается только очень хорошая качественная продукция. Деду было бы интересно посмотреть на это все, потрогать это руками и мне кажется, что он был бы очень горд за то, что мы делаем. Столетие Михаила Тимофеевича Калашникова стало знаковым для всего мира. На заводе Купол в юбилейный год прошли десятки мероприятий от молодежных калашниковских чтений до масштабных испытаний новой техники. Она в очередной раз доказала, что не боится воды и песка, готова надежно работать в любых экстремальных условиях. Развиваясь и становясь все сложнее, она остается такой же надежной, как знаменитый автомат. В день оружейника, который был посвящен юбилею конструктора, Купол подписал с Министерством обороны России исторический контракт на поставку ЗРК сроком до 2027 года. Это признание качества техники Купола и профессионализм людей, которые ее производят. Каждый раз, когда наши зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 проходят по Красной площади, показывают отличные результаты на полигонах. Я испытываю чувство гордости за наш коллектив, ищущий, творческий и надежный, как автомат колесо.